Это программа «Бизнес-стори». Мы рассказываем историю успеха красноярских бизнесменов. Наш сегодняшний герой открыл свой бизнес всего пять лет назад. И эти пять лет он работает на рынке, где конкуренция сейчас одна из самых жестких. Это рынок пластиковых окон, а наш герой входит в число лидеров этого рынка. Когда я слышала рекламу, то не думала, что окна БНВ, окнопроем и надежные окна – это все одна компания. Виктор Шалыгин и его «Бизнес-стори». Это ваша была идея камеры повесить? Да. Давно повесили? Нет, не давно летом. Потому что стало тяжело ездить туда-сюда. Разбросанность большая, а так можно посмотреть, даже позвонить, поговорить. Это Виктор Шалыгин. Ему 37 лет. Не отходя от рабочего стола, он наблюдает, как идут дела в его пяти городских офисах. Веб-камеры выведены к нему в компьютер. Он вообще человек продвинутый. А то, что вы тестировали DCU, а другой стоял? Нет, предыдущая версия. Дело в том, что версия 8.1 достаточно много. В принципе, история повторяется, как с 8.0. Как можно нам тогда старую ставить или там она не станет? Нет, проблема в том, что только 8.1 работает под Linux. Я до сих пор пишу программы. Если какие-то нужны мелочи, язык программирования не забыл, то я это пишу спокойно, без напрягов. Но просто сейчас уже информатика настигла такого момента, что уже не специалисту в ней очень тяжело ориентироваться. Это буквально, я думаю, полгода простое, но уже дает отставание. Виктор Шалыгин возглавляет группу компаний, в которую входят окна БНВ, окнопроем, надежные окна, окнокомплект. Объем производства – 50 тысяч пластиковых окон в год. Годовой оборот составляет около 15 миллионов долларов. Они остеклили 50 тысяч красноярских квартир. Это производственный цех. Здесь все предельно автоматизировано. Людей в разы меньше, чем станков. На экране прямо вводишь размер. Это раз, и уже сама отезжать столько надо. Станки немецкие и итальянские. При этом наш герой вел практику самим оптимизировать западную программу управления. Вот видите ролики сверху? Это уже мы сами ставили. То есть изначально там стояла такая пластиковая плотина, и она начала засоряться, и нам сразу сказали прозвонители, что это их слабое место. Покумекали-покумекали, и с подручностью, ну не с подручностью, то есть как бы нашли такие на резиновом ходу, на подшипниках ролики, и уже их сюда сами поставили. Наши ноу-хау? Ну, не ноу-хау, как бы улучшение, скажем так. Он собирался в МФТИ, но не набрал баллов, и без конкурса поступил в политех на факультет информатики. Его пригласили в аспирантуру, но он решил, что надо зарабатывать деньги. Трудовой путь как калейдоскоп. Сначала с другом неудачно пытались продавать бытовую технику. Потом работал отделочником, агентом по недвижимости, крейсным управляющим на бирже. Занимался маркетингом в строительной фирме. Там и решил, надо производить пластиковые окна. Я съездил на выставку в Москву, отобрал первое оборудование и сделал его закуп. Суммы-то были смешные по нынешним временам. Я вам скажу, 12-13 тысяч долларов стоил полностью весь цех. Это были простые турецкие станки. К моменту прихода оборудования у нас в строительной компании произошла смена власти, скажем так. Получилось так, что мы с пришедшим оборудованием оказались на улице. И поэтому, опять-таки, после этого я уже принял решение, что мы тогда с строительными компаниями работать не будем, потому что это очень сложный сегмент. Сегодня у них одно, завтра другое. А будем менять окна частным лицам. На сегодняшний день оконная компания нашего героя охватывает около 20% доли рынка в частном секторе. Но тогда их было двое – наш герой и брат жены. Я с утра ехал на замер. Ну, благо, их было один в день или в два дня в то время, но когда мы только открылись. И замерял, и собирал, и еще и монтировал первое время. Уже, по-моему, в конце второй недели я был измотан просто в ноль. И мы уже как раз-то, да, по-моему, не через две или через три недели мы приняли уже монтажника первого нашего, который уже… То есть я уже перестал ездить на монтажи, и, по-моему, месяца через два у нас сформировался в цехе первый состав. Ну, вот здесь вот мы… Первый наш цех размещался. Именно здесь, на 60 лет октября, пять лет назад они арендовали помещение – 120 квадратных метров. Ну, гламурненько так-то, да? Гламурненько, да, сейчас вот унитазами завалено. Вот за стеночкой стекольная компания. Тут, кстати, забора этого не было. Раньше здесь был проход, и вот мы ходили с начальником цеха на руках, носили стеклопакеты со стекольной компанией для стекления окон. Первой рекламой были объявления в подъездах, а через год начали массированную рекламную атаку в СМИ. Мы просто взорвали, можно сказать, хрикрым на Красноярске, когда мы вышли агрессивно и активно на телевидении. Это во всем мире. Есть бренды. Тот, кто сумел сформировать бренд, тот как бы, ну, молодец, тот занимается продажами. А сформировать бренд – это непросто. Для этого недостаточно просто закончить какой-нибудь институт. Для этого нужны определенные, ну, даже талантные, так сказать. Моя дочка чисто случайно оговорилась, назвав машину BMW БНВ. Как бы мы хорошее название ее стали использовать. Два года назад они взяли кредит и выкупили ремонтные буксы лесовозов. Сегодня на площади в 1,7 гектаров наш герой разместил 3000 квадратных метров производственных цехов, 1500 квадратов заняли отапливаемые склады. Высоченные потолки перекрыли баннерами, чтобы отапливать было легче. На полу специальное покрытие, чтобы стружка не прилипала. На сегодняшний день на рынке пластиковых окон работают десятки компаний. Крупнейшая БФК – это новосибирский филиал. Окна БНВ и их главный конкурент – это самая крупная красноярская структура. Еще около 20 фирм, более-менее крепко стоящих на ногах, 30 временных и почти 50 дилерских компаний. Понятно, что конкуренция жесткая, но до открытой войны, говорят, пока не доходило. А когда вы поняли, что вы серьезный игрок? Да, мы сразу это знали. Что конкретно помогло вам занять ту нишу, которую вы сейчас занимаете? Профессионализм. На самом деле наш герой довольно скромный человек. Сам себе готовит кофе, сам отвечает на звонки. Здесь должен быть секретарь, мой кабинет должен быть, который до сих пор в ремонте. Вот через какое-то время мы так подумали в процессе, зачем нам секретарша, когда мы с вами можем там и звонок принять, и сходить. Мы это кто? С партнерами. То есть вы все сами? Да. Этим бизнесом он занимается с двумя компаньонами. Рынок и конкуренция не дали ограничиться одним брендом. Сейчас окна БНВ – это премиум-сегмент. Окна-проем – более дешевый социально-ориентированный проект. Надежные окна – кредитный вариант и так далее. Не так давно с частного рынка начали перестраиваться на работу с застройщиками. Первый опыт с кленовым двориком. Перспективы у этого рынка какие? Он же должен тогда закончиться, этот бум оконный? Он уже закончился. То есть уже в этом году произошел откат рынка. Небольшой. Ну, кто-то оценивает как стагнацию, кто-то как откат. Ну, мы думаем так. По крайней мере, рынок не вырос. Тут вопрос просто – это всего лишь приостановка, либо это уже тенденция к сворачиванию. Ну, трудно очень точно оценить, но уже бум, прошел это точно. Насчет богатства. Есть такое классическое определение, что такое богатый человек, что такое обеспеченный. Ну, наверное, знаете. То есть богатый человек тот, который имеет достаточно для того, чтобы удовлетворять все свои потребности. Обеспеченный человек, который зарабатывает достаточно для того, чтобы удовлетворять все свои потребности. То есть как бы, ну, я не богатый человек, да, как бы, ну, изначально не был им и сейчас не являюсь. Потому что для того, чтобы удовлетворять свои потребности, мне приходится трудиться. Голова привыкла думать, и она не может не думать. То есть, а о чем думать? Производство, здесь оно работает, о чем думать? Вот всякие маркетинговые идеи, всякие рекламные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С женой уже объехали десятки островов и побережий. Обычно там и рождаются новые идеи. Например, на одном из островов придумали окнопроем. Неделю ты просто отдыхаешь, отключаешься от всего, и на вторую неделю начинают мысли просто лезть в голову. Потому что голова привыкла думать, и она не может не думать. То есть, а о чем думать? Производство, здесь оно работает, о чем думать? Вот всякие маркетинговые идеи, всякие рекламные. Они жили в гражданском браке 18 лет. Этим летом решили привести в порядок документы и расписались. Жених надел красную лакосту, невесте пришлось найти что-нибудь в цвет. Свидетель – одиннадцатилетняя дочь. В своей квартире все придумали сами. Дизайнеров не нанимали. Их главная гордость – крыша. Ее переделали в огромную открытую террасу с видом на Николаевскую сопку. На самом деле, если вот так вот брать, то именно со школы я боролся с мягкостью. Я прямо заставлял себя в институте читать доклады, готовить рефераты. Прямо заставлял себя учиться общаться с людьми, учиться быть жестким. Почему мы на самом деле пошли именно в частный сегмент? Потому что здесь нет моего прямого контакта с руководителем или еще с чем-то. То есть я строю систему, я построю, я ей руковожу. А мне в общем-то тяжело. Для этих тем как раз занимаются мои партнеры. И во всех властных структурах знают его лицо, не мое. А я такой серый кардинал, можно сказать. Это была программа «Бизнес-стори». Наш сегодняшний герой – глава группы компании по производству пластиковых окон «Окна БНВ» Виктор Шалыгин. Учитесь на чужих успехах и не бойтесь быть лучшими. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok